Центральная часть выставки «Нижегородский край. Земля талантов» посвящена золотой хохломе – традиционному известному народному промыслу нашего региона. Здесь представлены разные виды росписи. На примере деревянной ложки можно проследить то, как мастера создают предметы в технике золотой хохломы и узнать, как на самом деле получается золотой цвет росписи. В экспозиции также представлены работы отдельных мастеров народных игрушек и промыслов. Представлены новые промыслы, которые только зарождаются. Промыслы – это такое живое, что называется, существование дела, когда старые уходят в прошлое, но появляются новые, и старые обретают новую жизнь, как, например, чекаловская игрушка, федосеевская игрушка. И представлен у нас новый промысел – это лукояновская роспись на примере двух очень красивых ярких яблок. На выставке можно посмотреть игрушки в народных костюмах, текстильные куклы, рушники, различные вышивки. Много здесь и авторских игрушек, которые продолжают народные традиции в современном исполнении. Большое место отведено разнообразию русской матрешки – от традиционных школ до современных авторских изделий. В музее отведен специальный интерактивный уголок, где ребята могут рассмотреть народные игрушки, попробовать в них поиграть. В нашем музее есть такая изюминка – это игровая площадка. Мы ее назвали «Игралочка». Каждый раз, с каждой выставкой в этой зоне появляются новые игрушки, связанные с экспозицией. На этой площадке дети могут поиграть, раскрутить, посмотреть, собрать, вспомнить или, может быть, узнать, как работают игрушки. То есть, это зона познания, игровая зона. Дети ее очень любят. И, что нам очень приятно, часто приходят не только посмотреть экспозицию, а именно поиграть. Выставка «Нижегородский край. Земля талантов» составлена из экспонатов фондов городского музея и частных собраний. Прикоснуться к народному творчеству можно до конца сентября, без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.